Всем привет! Не планировал пилить отдельный ролик на данную тему, но пока писал коммент в нашей группе ВК, в голове появилось слишком много мыслей, чтобы оставить их лишь в рамках банального коммента. Речь о Луке Дончичи, который был замечен в кроссовках конкурирующей компании. Но подождите, у него ведь есть контракт, согласно которому на все официальные игры своей команды он обязан надевать исключительно найковские игровые модели. Собственно, с первых секунд в лиге именно так он и делал. И за это время он перемерил десятки моделей в рамках крылатого бренда. Но оступился-то он не на официальной игре, а на одной из предматчевых разминок, когда примерил кроссовки Under Armour Carrie 7. Естественно, что по сети моментально поползли слухи о том, что юному защитнику Dallas Mavericks стало тесно в найковских рамках, и он ищет для себя более сладкую кормушку. Не знаю, как вам, но мне этот парень чертовски симпатичен. И глупо спрашивать, почему. Ну, для начала он европеец. Белый европеец. Нет, вы не подумайте, я никоим боком не расист. Просто со времен Дирка я не припомню ни единого белого парня, который мог бы так зажечь. Ладно, Лука не просто белый европеец, а представитель братского славянского народа. Молодой, талантливый, перспективный. Есть еще вопросы, у меня их точно нет. А еще, видели ли вы его мамку? Черт, да она просто роскошна. Безусловно, Лука это командообразующий игрок, с невероятным потенциалом, который он по сути толком даже и не раскрыл. Серьезно, кто-то из вас верит, что этот парень, штампующий трипл-даблы и играющий на равных с самим Броном, уже вышел на пик своей формы? Но мало ли в лиге классных игроков? И почему именно Лука должен быть интересен спортивным брендам? Дело сразу в нескольких факторах. Начнем с того, что он интернациональный игрок, а это значит популярность и повышенное внимание в других странах мира, и само собой ориентированность бренда на глобализацию. К тому же, звездный защитник Далласа молод, обаятелен, и судя по немалому вниманию, к его персоне со стороны масс-медиа будет продавать. А еще Лука ну очень талантлив. Я уже говорил вам об этом, не помню просто, на всякий случай повторюсь. Этот бэт Мазафака чертовски талантлив. И это мнение и слова их величества. Да, за такого талантливого Мазафаку определенно рубиться стоит. И я уверен, что помимо нательников, в битву включатся и другие игроки на рынке, такие как Китайцы, Пума, Нью Беланс, Адидас. Хотя трехполосники без боя слившие Зайна, в последнее время совсем по ходу отбиты. Так что вряд ли они проявят большой интерес. Но, как говорится, чем Адидас не шутит. И вдогонку еще один очень важный вопрос. Достоин ли Лука именной модели? Но для начала ответьте мне на один вопрос. Достоин ли именной модели Донован Митчелл? Как по мне, у этих двух игроков очень много общего. Кто-то поднимет палец вверх, другой ответит отрицательно. Я же скажу, черт возьми, да. Окей. Даже если не говорить да прямо сейчас, то всегда можно взять небольшую отсрочку на годик, максимум на два. После чего смело выпускать для пацана именные шузы, которые наверняка будут разлетаться, как горячие пирожки. Чего я хочу для Луки? Ну, в первую очередь, сменить найковскую прописку. И это вовсе не потому, что я недолюбливаю крылатый бренд. Божечки упаси. Просто я люблю и очень приветствую достойную конкуренцию. А Nike в последние годы, простите, совсем зажрались. К тому же, как в самом бренде, так и в Jumpman сейчас серьезное пересыщение талантливыми звездами, сидящими не только на крупных контрактах, но и на именных моделях. И вряд ли кто-то из них в ближайшие годы лишится статуса именного атлета. Лука, между тем, талантлив и амбициозен. А в найковской очереди на именные педали среди крупных звезд он стоит одним из первых. Правда, с конца. Я уверен, ему мало просто получать бабки и бегать в эксклюзивных и кастомных расцветках. Как и прочим талантливым ребятам, этому парню подавай еще и именную модель. А получается, что именную модель ему могут подогнать практически все крупные игроки на рынке. Но только не найковцы. И все-таки, чего бы лично я хотел для Луки? Так вот, я хотел бы, чтобы он подписался именно с Under Armour. Ведь их продукция ему, по крайней мере, интересна. Этой компании определенно нужен свежий мощный стимул. Да, у них уже есть стеф, являющийся лицом бренда и превосходно продающим атлетом. Но даже его популярности недостаточно. Для пропорционального развития столь крупного бренда нательникам определенно не хватает присутствия в лиге. Другими словами, слишком мало действующих игроков в NBA в обойме этой компании. Взгляните, даже у той же Пумы, вернувшейся в большой баскетбол без году неделю назад, ростер и то больше, чем у Under Armour. Именно поэтому я очень надеюсь, что в дальнейшем Лука продолжит сотрудничать непосредственно с нательниками. Но, друзья, если вы думаете, что им будет расплюнуть его подписать, то это очень даже зря. Ведь в Nike тоже недураки сидят и прекрасно понимают, что за актив у них в данный момент на руках. Понятное дело, что затупы имеют место быть даже у найковцев. Но за все время существования компаний пересчитать их можно по пальцам одной руки. Кстати, друзья, а интересно ли вам было бы увидеть видео о том, как лажают крупные обувные бренды, упуская серьезные возможности. Если да, то немедленно поставьте данный видос на паузу, жахните ему лайк и оставьте в комментах плюсик. Если я увижу, скажем, пару сотен плюсов и полторы тысячи лайков, то с радостью запилю для вас ролик на данную тему уже в ближайшем будущем. Но вернемся к Луке. С большой вероятностью в Nike захотят его оставить, а в плане финансов дела у них обстоят лучше на несколько порядков, чем у кого бы то ни было из конкурентов. И как показывает опыт, с готовностью тратить огромные суммы для подписания крупных игроков у этого бренда также нет никаких проблем. Так что глупо думать, что Nike позволит себе допустить вторую ошибку подряд. Первая, если кто не догадался, была связана со Стефан Карри и стоила бренду миллиарды баксов и появление практически на ровном месте мощного конкурента. Расскажу немного о том, как подписываются соглашения с игроками. С целью подстраховки в каждом из контрактов существует пункт, согласно которому даже по истечению действующего соглашения, атлет не может сходу подписать контракт с другим брендом. Компания оставляет за собой право повторить или повысить максимальную сумму, предложенную конкурентом. Так в свое время в 2014 году Nike раскошелился в последнем переподписании Дюранта, когда все те же нательники предложили ему 250 лямов баксов на 10 лет. В итоге Nike, изначально настроенные на сумму практически в 2 раза меньшую, были вынуждены повышать предложение, отдав за форварды Оклахомы 300 лямов за те же 10 лет, плюс пенсионный пакет в размере 50 миллионов долларов. В случае с Лукой чисто теоретически запросто может возникнуть нечто подобное. Само собой, за исключением того, что суммы будут на порядок ниже или нет, ведь с того времени потолок зарплат серьезно так подрос. К тому же мы не знаем, какой интерес он представляет для того или иного обувного бренда. Так что даже если Андеры и пожелают переманить к себе юного Луку, за него однозначно придется отвалить кругленькую сумму. Помните, как Adidas перекупал Хардена в 2015 году? Да, обошелся он немецкой компанией в 200 лямов баксов за 13 лет, и по тем временам это было чертовски много. Понятное дело, что Найк не стал перебивать столь высокую ставку и отпустил бороду на все три полосы. Ребят, ближайшее будущее покажет, станут ли компании рубиться за Луку и о каких суммах будет идти речь. Или же наоборот, парни без шума и пыли продлят в рамках бренда. Продлевать будете? С другой стороны, нельзя исключать возможность того, что Лука или его агент прекрасно знают историю и своим ложным интересам к Андер Армор просто стараются нагнести хайпу, дабы в итоге с Найковсу срубить побольше бабла. А как думаете вы, стоит ли Луки покинуть Найк или же наоборот остаться в проверенном пусть и тесном строю? Как вы считаете, какое решение в итоге примет этот талантливый словенец? Пишите свои мысли по этому поводу. Да, и в правом углу будет голосование на эту тему, так что участвуйте. Результаты, как обычно, я подведу уже в сообществе на канале, а также в группе ВКонтакте. Ребят, как всегда, благодарю, что досмотрели до конца данный ролик. Я очень этому признателен. Как признателен за ваши лайки и подписку. Ну а на сегодня все. Всем удачи и увидимся в следующих роликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова